Друзья, привет! Сегодня речь пойдет о том, какие режимы работы есть. Вот для того, чтобы разобраться с этим и разобраться с тем, как строится тренировочный процесс, нужно обязательно понять, какие же режимы работы, как они определяются и какой режим работы, на какую часть нашей мышцы, вот этой его системы воздействует. Смотрим. А спонсором нашего видео является онлайн-школа Ивана Денисова. Авторские курсы от многократного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта по гиревому спорту. Вам предлагается подобрать курс, соответствующий вашей цели и уровню подготовки. Начальная подготовка с гирями, спортивная тренировка, тренерский курс, включающий практически полную программу высшего учебного заведения. Наши кураторы с удовольствием помогут вам достигнуть ваших целей и сделать ваши тренировки полноценными. Ссылочка на данный сайт в описании профиля. Итак, для понимания изначального расскажу, сколько вообще режимов работы существует. Я их делю на пять режимов работы, хотя их можно даже разделить на шесть. Статический режим можно разделить в принципе на, так скажем, два режима. Итак, первый режим статический. Первое это статика. Статический. Я буду специально писать, чтобы вам было понятно. И рассмотрим его. Что такое статический режим? Он периодически еще называется изометрический. Изометрия. Вот представьте, что вы подошли к стене и пытаетесь ее сдвинуть. Понятно, что вы ее не сдвинете, но в то же время вы же стараетесь, вы усилия прикладываете. Вот именно этот режим, он и называется статический. То есть тогда, когда вы прикладываете усилие, но не можете сдвинуть предмет. Очень часто используется статический режим в тренировках. Но в каких тренировках? Я вам скажу, что практически вся борьба основана на статическом противодействии. То есть мы пытаемся задушить, мы пытаемся растянуть руку. Один держит, второй тянет. То есть и тот держит, и этот тянет. Никто ничего не двигает. Но усилия, поверьте, неимоверные. Мощные усилия. Вот этот статический изометрический режим, в чем его плюс и в чем его минус? Плюс статического режима заключается в том, что статический режим развивает ваш связочный аппарат. И ничто так хорошо не развивает вообще связки, как обычная простая статика. То есть тогда, когда, казалось бы, мы напрягаем мышцу, вот мы тянем, тянем, да? Вот вроде работает мышца, она вроде такая надулась. Но мышца начинает работать, там есть маленькие такие ниточки маленькие, и они начинают ходить друг относительно друга. То есть втягивать либо растягивать. Правильно? Друг друга. Друг относительно друга. Этого же не происходит. Соответственно, сама мышца никак не работает. Но работает места прикрепления этой мышцы. Потому что натяжение и нагрузка просто колоссально. начинает работать как раз вот эта часть. Вот представьте, вот мышца, вот тут связочка прикрепления. И вот здесь связочка прикрепления. То есть во время статической работы вот здесь внутри ничего не происходит. Происходит только вот в этих вот краях. Натяжение мощное и эти места начинают развиваться. Как развиваться? Все стремится под словом адаптация. Правильно? Я вот тут вот напишу. Все стремится к этому слову. То есть мы адаптируемся. Естественно, если огромная нагрузка лежит на связке, со временем эти связки начинают что делать? Утолщаться. Конечно, вот эти вот утолщения приводят к тому, что связки становятся мощные, крепкие, жесткие. Да, действительно. И затем с помощью этих связок вы можете просто больше держать вес. То есть если мы говорим про чистых вообще спортсменов, которые занимаются статической работой, это армспорт. Я не зря руку привожу в пример. Армспортсмены способны удерживать там 100-120 килограммов на каждой руке на бицепсе. То есть такого себе позволить, ну, практически никто не может на самом деле. Другие виды спорта просто, ну, они рядом даже не стоят по таким нагрузкам. Но я вам скажу, что борцы профессиональные, у них точно такая же система развития тела. То есть они развивают именно связочный аппарат, они очень жесткие. И поэтому хорошего борца вы просто с места не сдвинете. Они жесткие, у них все тело жесткое, у них связочный аппарат всего тела развит очень-очень хорошо. Поэтому борцы – это ребята, которые, ну, вот, крепкие. Вот знаете, есть слово «крепкий». Вот это как раз о борьбе. Почему? Потому что, да, они постоянно что-то тянут, у них постоянно изометрия. На него смотришь на борца, но он вроде бы не такой уж и крутой. Но когда ты начинаешь с ним взаимодействовать, там раз, он хопа, прихватил тебя, и ты чувствуешь, что вот в этой вот маленькой, казалось бы, там какой-то ручке, а там дури-то совсем немало. Вот это дает статический режим работы. Он развивает ваши связки, сухожилия. Но в то же время, допустим, статический режим работы, он, вот если сустав мы представим, да, вот, к примеру, там коленный сустав, вот головка, и вот тут вот там одна головка пошла, нам кость, вот здесь там мениск, и вторая там головка пошла, да. И все вот здесь у нас вот так вот, вот у нас вот так вот крестообразные связки, там все в связках. И дело в том, что вот эти связки точно также нужно укреплять. Те виды спорта, который занимается в основном прыжковой работой, почему все время страдают проблемами со связками? Ну вот почему, потому что статической работы практически на прыжках нет, ее нет, ее не делают, ее тренеры заведомо не делают, не знаю почему, но, видимо, потому что считаю, что из-за статики никак прыжок не увеличится. Но это правда. Статической работой прыгать выше точно не станешь. Но связки-то будут крепкие. То есть на базе вот этих вот статических упражнений мы сможем развивать прыжок. Почему? Потому что, ну, нагрузки можно терпеть больше, колени вылетать не будут, связки ныть не будут. Соответственно, спортсмен может выполнять больше упражнений, он может выполнять больше объем. И риск травмирования уменьшается. И, в принципе, количество травм уменьшается. Потому что микротравмы в игровых видах спорта, ну, это просто постоянная штука. Там постоянно связки ноют и постоянно они вылетают. Это, если мы говорим о максимальной силе, да, то есть если говорим как армспорт. Раз, взрыв и вот максимум. Это одна работа статическая. Можно отделить еще вторую. Удержание. Если меня кто-то из армрестлеров смотрит, либо те люди, которые занимались армрестлингом, они, наверное, сразу скажут, ну, о чем мы там минуту в схватке стоим. Так вот, друзья, вы, наверное, замечали, некоторые любят срывать и сразу же добивать. Потому что у них развивается очень мощная сила связочного аппарата. А есть еще такая штука, называется выносливость связочного аппарата. То есть это те люди, которые способны длительное время держать какую-то нагрузку. И как раз таки выносливостью связывочного аппарата я вам скажу, что тренируются связки. Силой можно, конечно, потренировать, но можно и сорвать связку. На выносливость связка не сорвется. Самый простой пример вообще связочного аппарата и упражнения на связочный аппарат это китайский стульчик. Садимся к стеночке спинкой, ножки свесили. И у нас получается вот здесь спинка, вот здесь раз и вот здесь ножки. Вот тут голова у нас, ручки вот висят. И сидим вот так вот около стеночки. Вот самый простой вроде бы пример китайский стул. Что дает? Дает укрепление полностью вот этого вот коленного аппарата. Дает укрепление вашего тазобедренного аппарата, сустава. То есть дает укрепление полностью вот этих вот крестообразных ваших связочек. Если ноги начнете супинировать, пронировать, разворачивать, то будут еще и работать какие-то боковые связки. То есть в то же время мы его просто поставили и сидим. Связочный аппарат у вас будет стонать. И когда вы встанете, вы можете обратить внимание, у вас заболеет не мышца. Мышца практически не будет болеть. Она как бы понует чуть-чуть и все, но связки будут просто ныть. То есть вот от таких упражнений связки очень здорово ноют. Следующий какой простой вообще пример, это удержание в упоре лежа, планка. То есть не знаю, в детстве я занимался борьбой, мы очень много стояли в упоре лежа. То есть вот этот планочный аппарат, планка, она как бы, да, действительно здорово укрепляет корр. И борцы, они очень много отжимаются. Когда вы отжимаетесь, то есть у вас так-то ходит, а так-то у вас все тело находится в статическом режиме. То есть вы же не гнетесь. Соответственно и кор, вот эта вся которая система соединяющая грубо говоря грудь и ноги. Это куча связок, которые находятся в данном случае в напряжении вот этой части. Почему у многих кстати болит поясница, когда отжимаются или долго стоят в упоре лежа. Она болит ровно от того, что спина провисает, кора не хватает. Спина провисает и это провисание дает в поясницу, ровно в поясницу. То есть когда не хватает вот этих связок, которые у вас впереди, у вас начинается компенсация теми связками, которые сзади. Причем они начинают там подтягивать тело каким-то образом сокращаясь и спина начинает болеть, начинает болеть позвоночник. Недостаток вашей системы. Поэтому удержанием в принципе нарабатывается хоть что. Болит у вас плечом, болят у вас локти. Берем и держим. Либо начинаем делать второе упражнение, о котором мы в режиме потом поговорим. Это статодинамика. Она работает приблизительно точно так же, как работает статика, но статика чисто работает только на сами связки. И вы можете посмотреть, даже вот выдающиеся спортсмены, я не беру Цыпленкова Дениса, потому что он не армспортсмен чистый. Он пол жизни занимался там пауэрлифтингом, стронгменом, потом пошел уже бороться на руках. А я беру именно чистых армспортсменов, которые больше ничем не занимались. И вы можете увидеть, что у них на самом деле мышцы-то не такие большие. Руки 45-47 сантиметров, это максимум. Но поверьте, они по 100 килограммов держат на каждой руке вот таким вот образом. То есть это и связки предплечья неимоверной силы, и связки локтевого сустава на сгибание руки таким же образом неимоверной силы. Обратите внимание, что вот они, связочки, крепления. То есть прорабатываем все вот эти вот крепления. Статические упражнения также используют тяжелоатлет. Если говорить уже о силовых видах спорта, я даже с ребятами общался. Есть такой контест у них. Они встают на козла. Ну, раньше не было этих гиперэкстензий аппаратов. То есть им держат ноги и дают штангу. И вот со штангой там 90 килограммов тяж должен порядка 30 секунд держаться в горизонтальном положении. Это значит неплохая статика. Это значит вот именно связки, которые удерживают спортсмены в вертикальном положении, достаточно хорошо развиты. Значит спортсмен достаточно жесткий. Что такое жесткий? Опять же говорю, когда вы поднимаете вес, у вас связки не должны отдать. То есть есть работающие мышцы. То есть когда вы держите, вы работаете ногами, у вас спина при этом прогибаться не должна. Если у вас спина прогибается, то спина играет роль пружинки. Эта пружинка, естественно, заберет половину сил ног. То есть вы это туда толкаете, а пружинка в обратную сторону прогибается. Ну это вот как на пружинке. Попробуйте там вес оторвать от земли. Возьмите пружинку. Вы усилие делаете, а пружинка растягивается при этом. Вместо того, чтобы ваше усилие руки передать вот в этот вот снаряд, который вы поднимаете. Вот этот вес, который вы поднимаете. Надеюсь понятно. Можете поэкспериментировать дома у себя. Теперь второй вопрос по нашей теме. Нужна ли статика гиревику вообще? И для чего она нужна? В какие моменты мы используем статические упражнения и можем использовать вот именно это удержание? Я проповедую технику выполнения упражнения ногами. То есть, как бы там ни было, основную работу должны забирать ноги. Тогда усилие действительно получается максимальным. И если это я взял с других видов спорта, если вы посмотрите на другие виды спорта, то вы легко убедитесь, что действительно выполнение упражнения ногами, оно доминирует. Всегда упражнения начинаются с пяток и начинаются с ног. То же самое гребля, то же самое тяжелая атлетика, баскетбол, прыжок, прыжок, не знаю, в высоту в легкой атлетике. Все движение начинается с пятки, нога именно в жесткой пятке. И нога выталкивает спортсмена вверх. Никто ничего нового не придумал, а тело человека, биомеханическая система работы человека, она всегда одинаково работает. То есть, нельзя взять какой-то вид спорта и сказать, вот у нас такой вид спорта, супер уникальный, у нас можно вот так вот тапочками бить. Нет, так нельзя сказать. На самом деле, все работают примерно по одной схеме и виды спорта заставляют адаптировать технику таким образом, чтобы биомеханическая система работы ног, спины, таза и рук, она срабатывала примерно в одной схеме. Нельзя сказать, что у нас там гиревой спорт, это безумно уникальный и вот здесь там у нас спина работает, а ноги нет. Это была моя ошибка, я много лет делал именно так, и если посмотреть на видео, которое я делал, допустим, упражнение, рывок, там, не знаю, 10-15 лет назад, и как я это выполняю сейчас, то это будут совершенно разные видео. Почему? Ну, начнем с того, что я всю жизнь себя сам тренировал, а кто-то слушает просто других. Я пытаюсь понять, осознать, то есть это мой путь, я его прохожу. Да, действительно, дошел я до этого вот буквально недавно, что надо, оказывается, ногами-то поднимать, но я до этого дошел. Естественно, зачем вам идти по моему пути, если вы можете просто меня послушать и услышать, что надо делать. Так вот, статическая работа, она заключается как раз именно в том, чтобы удержать наше тело в вертикальном положении. То есть, когда мы наклонились, вот у нас там голова, вот у нас плечо, вот у нас гиря вот здесь висит, ну, не знаю, вот она там гиря, пускай чистая схема. Вы же видите, что у нас нагрузка направлена вот сюда, вот эта сила, сила F, правильно? То есть, она нас тянет вниз, ну, сила тяжести вниз. Гиря нас тянет туда, как бы немножко назад. Результирующая сила, она будет вниз-назад, то есть, мы вот эту сюда приложили, она будет куда-то вот сюда идти. Соответственно, вот здесь, вот эту результирующую силу, вот эту F, результирующую, мы должны что сделать? Мы должны каким-то образом удержать на нашей спине. Как это сделать? Как мы можем вот эту вот массу, вот этого снаряда удержать на нашей спине? Вот именно это и задача, что вот этот связочный аппарат, вот этот вот, в который включен бицепс бедра, ягодичная мышца и мышцы спины, они должны удержать нас в то, чтобы нас не загнуло туда. И опыт моего вообще, вот, тренерства, опыт моей работы с другими людьми, он как раз говорит мне об этом. Я очень много встречаю детей, особенно детей, на детях это очень видно, которые рыхлые, я их рыхлыми называю. То есть, они как, знаете, вот как ребенок без костей. Ему вот его вот дернешь, он вот проваливается. То есть, связочный аппарат абсолютно не готов к тому, чтобы жестко удерживать человека в вертикальном положении. И обычно такие дети, когда приходят в секции, им сразу же дают что? Правильно, им сразу же дают гирю на машину. Он туда куда-то залазит, там у него гиря куда-то вниз, вверх, что-то куда-то летит. Друзья, тренеры, обращаюсь к вам. Прежде всего, уделите внимание статическим упражнениям, полустатики, статодинамики, выработайте правильное восприятие снаряда у ребенка. Потом он всех вам выиграет. Но сначала нужно поставить связочный аппарат спины и всей системы спиноноги. Если вы это сделаете, если сделаете это вовремя, никаких у вас проблем никогда со спиной не будет. Конечно, здесь нужна гибкость, чтобы здесь вот мы прогнулись для начала, то есть плечи должны быть назад, тело прогнутое, вот эта позиция. И вот в этой позиции, вот она, гиря, у нас, видите, вот я специально так нарисовал, я специально так нарисовал, что гиря впереди нас. Вот здесь есть вот такой угол альфа, назовем его альфа. И чем вот этот угол альфа больше, тем больше вероятности, что вот эта сила, которая действует вниз, она сломает вашу спину и сделает из спины вот такую вот штуку. То есть вот так вы встанете. Вот. То есть спина будет вот такой. То есть мы утянемся сюда. То есть вы видели, да, раз, и плечо провалилось у спортсмена. Вот она, эта система, как она работает. То есть вот эти связки, вот эти связки, они просто не способны удержать, когда этот угол большой. И, соответственно, когда вы вот туда прогнулись, то ни о какой работе уже ног во время подъема гирь мы опять же не говорим. Если интересно, напишите в комментариях, я попробую сделать видео. Покажу вам, в чем разница работы ног и спины, и как они вместе сочетаются, и почему не получается у многих вообще ничего сделать. Это такая интересная тоже информация такая интересная. Она ко мне пришла достаточно, я бы сказал, так давно. Вот. Но вот именно эта информация позволила как бы понимание устаканить в моей голове, чтобы я четко осознал и выработал эту систему. Итак, если вес вас сюда прогибает, если плечо вы завалили, все, ноги вы отключили, вы работаете только спиной. Да, все используют что, вот этот вот разгон, вот сюда вот, и гиря вот так вот по такой дуге летит. Какие недостатки в этом? Но прежде всего недостаток в том, что гиря, когда вот так вот летит по дуге, она вам бьет по руке сзади. Второй вариант, это вы вот так вот закручиваете гирю, и она у вас вот так вот заходит сбоку. Казалось бы, все нормально. Но кроме одного, вот эти связки локтевого сустава у вас будут безумно перенапрягаться от вот этих вот крути, кручений постоянно. То есть когда вы начинаете вот это вот так вот крутить, что туда, что обратно. Представляете, вам на сустав сверху давит огромная нагрузка. Ну, 32 килограмма на расслабленный сустав, это нормальная нагрузка. Когда вы делаете по 50-70 раз, это хорошая нагрузка. А если 40, то еще веселее. Так вот, идет давление, и под давлением вы начинаете сустав крутить. Как вы думаете, там вот эти вот головки нормально себя чувствуют, когда вот они начинают вот так вот вращаться, вот так вот под давлением? И связки, которые удерживают эти головки, они начинают вот так вот ходить друг относительно друг. Вы же пытаетесь расслабить руку. Соответственно, на расслабленный сустав под давлением вы даете кручащий момент. Ну, это очень не здорово, и очень у многих начинается хронический, мы его называем танденит, когда идет воспаление сустава. Непонятный, казалось бы, непонятный процесс, и все такие, как же так у нас сустав? Очень все просто, то есть начинается с того, что гиря летит вот так вот по траектории. Она не летит у вас сверх, и вы не вставляете руку в гирю, а она у вас залетает вот отсюда, сбоку. Соответственно, залетающая гиря сбоку, она бьет вам и по плечевому суставу, и бьет вам по руке. Вот такое вот простое правило. Казалось бы, но ничего особенного, но дает о себе знать. Вот вам и, грубо говоря, суставы и связки. Я постоянно делаю удержание гири в верхнем положении. После каждого толчка, толчковой тренировки, либо длинный цикл, либо толчок, удержание один сет – это самый минимум. Вообще, это просто без одного сета я просто не ухожу из тренировки. Два сета обычно. Бывает, есть настроение, я держу прямо много. То есть, я прямо держу, прямо работаю на связке. Но, опять же, когда есть куда стремиться и есть соревнования. Когда соревнований меньше, я тоже это делаю с тем весом, с которым я заканчиваю. Допустим, это вес там, не знаю, бывает 24, бывает 36 килограммов. Непринципиально. Я не беру больше. Если это легкая тренировка, она легкая для всего. Вот именно с гирями. И я делал такие статические упражнения, ну, я не знаю, наверное, последние 15 лет. И могу сказать, что локти у меня не болят вообще. Я не знаю, что такое больные локти, конечно. Но я за 20 лет тренировки с гирями, у меня ни с плечами нет проблем, ни с локтями нет проблем. Не знаю, как проблемы вызывает у людей это. Но, скорее всего, что большой объем. Помните, что когда воздействие на связку идет очень-очень большое, то есть мы постоянно ее долбим, 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 вероятность того, что возникнет хроническое воспаление очень высокая. Особенно, если возникают вот такие подобные нагрузки, перегрузки, то есть воспаление именно надолго, ну, может возникнуть. Это называется хронический танденит. Вот. Лечится как очень-очень на самом деле просто. Сбрасываются нагрузки ударные, сбрасываются вот эти неспецифические нагрузки. И даются легкие нагрузки в обратном режиме. Но об этом поговорим позже. И вот недаром у нас недавно девочка прямо оставила комментарий о том, как она гирей вылечила танденит, который мучил ее 10 лет в плечевом составе. Ну, я считаю, это достижение. Потренироваться месяц с гирей легкой и убрать у себя хронический танденит. Ну, я думаю, что это лучше, чем потратить огромные деньги на физиотерапию непонятную, которая все равно не поможет. Я уверен, что она ее делала, потому что 10 лет, когда у вас болит плечо. Ну, я думаю, стоит задуматься, да? Все равно вы что-то пробуете. Итак, вот связочный аппарат. Если мы говорим о спине, если мы говорим о локтях, то точно так же я очень-очень много в жизни своей отжимался, потому что занимался боевыми искусствами в детстве. И мы очень много стояли на кулаках. Вот эта вот позиция, то есть удержание вот здесь вот как раз на кулаках – это очень хорошая штука. И я рекомендую ее, в принципе, делать и гиревикам в том числе. Почему нет? Это очень доступные упражнения. Ничего страшного нет. В конце тренировки сделать пару сетиков, постоять там по минутке на кулачках или на ладошках в упоре лежа. Это, в принципе, доступно. Это доступно для того, чтобы у вас потом не болели локти, но и плечи. Итак, надеюсь, понятно, как работает статическая работа. И очень хорошо, если вы понимаете ее важность. Включать статическую работу нужно приблизительно, может быть, два-три раза в неделю, два-три сета. То есть два-три сета и вот если мы говорили с вами про слово «выносливость», то помните, что если силовое воздействие, да, мы делаем максимальное силовое воздействие, то здесь у нас растет, ну, грубо говоря, максимальная сила. Если же мы говорим про выносливость, то помните, когда мы разговариваем про выносливость, есть вот такая штука, что в выносливости у нас больше отказывает вот это ЦНС. Кто знает, молодцы. Центральная нервная система. Центральная нервная система – это главный регулятор того, когда разгибаются наши там пальцы, когда мы держим там гири. Это главный регулятор того, когда мы сдаемся там, не знаю, стоя в планке, потому что, ну, можно же еще пять секунд простоять. Всегда можно еще пять секунд простоять. И если, как говорил один человек, вам пушку к виску поставить, вы еще простоите пять секунд? Да, конечно, простоите. Вы просто соберетесь и дадите еще мощнее импульс мозговой туда, и вы сможете еще пять секунд простоять. Вот именно это дает возможность стоять очень долго. И тут мы говорим про выносливость. Развитие самой связки начинается, как всегда, друзья, с 80 и выше процентов вашей интенсивности. Соответственно, если вот просто максимум, что вы можете простоять там, не знаю, там, это минуту, ну, к примеру, с гирями наверху, а вы стоите по 50 секунд, то да, это будет развивать. То есть вы не добили сто процентов, как бы прям интенсивностью, убили связку. Нет, вы дали прям нагрузку, но такую, чтобы она и не воспалилась, там просто не было убойной нагрузки, не порвалась ни в коем случае, не, не знаю, там, не надорвалась, а просто нагрузилась, жестко нагрузилась. И такой нагрузки хватает приблизительно, вот не поверите, на неделю. То есть связки восстанавливаются очень долго. Вообще система восстановления связок, она очень длительная, и армспортсмены это очень здорово чувствуют. Они там, если промахиваются по подготовке, то выходят на бои, а связки не держат. Понять не могут почему, но, к сожалению, вот так. Поэтому вот именно вот такая нагрузка дает вам преимущество. Соответственно, что касается кора, это та же самая нагрузка. То есть тогда, когда вы прям вот-вот долбите, когда вот, вот уже не можете держаться там в этом, допустим, там гиперэкстензии, вы держитесь на максимум, и вот вы уже не можете держаться, все у вас уже там сковывает, вот тогда это идет развитие. Если вы там подержались там 15-20 секунд, ну да, тонус легкий вы поймаете, это ЛФК. То есть развиваться связки не будут, они не будут утолщаться. Им нет смысла утолщаться, потому что нет к чему адаптироваться. Потому что организм, если спокойно проходит какую-то зону определенную, ну, к примеру, там 30% нагрузки получил, ну нет смысла вызывать адаптивные какие-то изменения в организме. Ну зачем? Просто организм у вас умный, до кого-то, господи, прикалываться, никакого смысла нету добавлять адаптивных каких-то вещей. То есть утолщать связки, то есть гипертрофию мышц, если вы грузите их там на 30%. Какая гипертрофия мышц, если на 30% нагрузилась? Это то же самое, что вы в носу поковеряли, у вас бицепс вырос, что ли? Так же не бывает. Поэтому для того, чтобы вызывать изменения, для того, чтобы держать вес, включайте два подхода, примерно два подхода, два раза в неделю. Два на удержание, то есть это около 80%, а два подхода около 90%. И ваши связки вы заметите, как будут здорово утолщаться, и вы заметите, как вы легче будете удерживать тело в вертикальном положении. Следующее. Конечно же, в гирях, особенно в рывке, в длинном цикле, очень важна сила связок. Вот именно предплечь, разгибатели руки. И здесь, если говорить о тренировках, друзья, только статика. Никакие динамические вещи вам связочки не укрепят. Только статическая работа. Многие пытаются раскачать там предплечье какими-то вот такими эффектами. Это все не работает. И я с этого тоже начал. Уперся просто никуда. Но, поняв, что надо держать на статике, все поменялось и пошло по-другому. Поэтому всем я сейчас пожелаю здоровья, во-первых. Во-вторых, правильно тренироваться, понять то, о чем я говорил. Если есть комментарии, какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Присоединяйся к нашим проектам онлайн-школы, онлайн-соревнований. Тренируйтесь правильно. Все только для вас, чтобы вы мотивировались, чтобы вы двигались дальше. Не останавливайтесь. Когда вы останавливаетесь, кто-то вас обходит. Когда вы останавливаетесь, очень сложно снова начать. Поэтому держите себя в тонусе. Крепкого здоровья и бодрости духа. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова